Как всегда ярким и запоминающимся получился второй этап Республиканской Олимпиады по учебному предмету «Физическая культура и здоровье в Мозорском районе», который включал в себя четыре тура и проходил 25-26 ноября на базе средней школы номер 16, бассейны с дюшер номер 2 и политехнического колледжа. Первый тур теоретический, учащийся пишут тест. Второй тур – уровень физической подготовленности, который включает в себя прыжки в длину с места, челночный бег, поднимание туловища у девушек за одну минуту, подтягивая на высокоперекладине у мальчиков и наклон вперед из исходного положения сидя у мальчиков и у девочек. Третий тур – это плавание 50 метров вольным стилем. И четвертый тур – спортивные игры, которые включают в себя гонбол, волейбол, баскетбол и футбол. В январе в Гомеле состоится третий этап Республиканской Олимпиады по учебному предмету «Физическая культура и здоровье». И там точно выступят победители второго тура. В нашем случае – одиннадцатиклассник Козинской средней школы Илья Бучко и девятиклассница средней школы номер 16 Александр Романович. Есть и резерв. В него включены и серебряные, и бронзовые призеры районного этапа. Представитель девятой школы десятиклассник Владислав Гриб и его ровесник из шестнадцатой школы Давид Хамец. А также десятиклассница той же шестнадцатой школы Настя Тимошенко и восьмиклассница средней школы номер 14 Вера Матюшенко. Великолепная, к слову, легкоатлетка. Впрочем, здесь можно было встретить представителей различных видов спорта. Например, гребли на байдарках и каноэ. Да, спортивная подготовка помогает особенно в плане ОФП, в подтягиваниях, там, может, даже в прыжке длину. Занимаюсь я. Ну да, мне нравится. Я для себя выступаю, для школы, за команду. В итоге Саша завоевал диплом второй степени, что можно считать довольно неплохим результатом для десятиклассника. Ну а для нашей следующей собеседницы, школьницы пятого класса, само участие в таком многогранном состязании, отличная школа. И прекрасно заделана будущее, ведь надо коронные виды развить еще лучше, отстающие дисциплины подтянуть. Да, я готовилась к этой Олимпиаде. Самый сложный вид, мне кажется, это волейбол, когда подачу даешь. А самый легкий для меня, наверное, баскетбол. Поблагодарив за работу судейскую коллегию во главе с преподавателем Политехнического колледжа, Виталий Александровичем Зеленко и отдел образования Мозорского райисполкома, за организацию особо отметим дипломанта в первой степени. Это у мальчиков Илья Бучков, Владислав Гриб, Давид Хамец, Илья Костяшкин, Кирилл Карпов, Артем Суханицкий и Максим Юрченко. Среди девочек высшие оценки удостоились Александр Романович, Анастасия Тимошенко и Вера Матюшенко. Браво!